В 4000 рублей оценил ущерб хозяйка автомобиля, который был припаркован у дома 40 по улице Зернова. Владелец малолетражной машины написал заявление в полицию с просьбой найти и привлечь к ответственности злоумышленника, который проделал в стекле иномарке сквозное отверстие. Нарушитель до сих пор не установлен. По данному факту проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и другого саровчанина, повредившего дорогую машину немецкого производства, припаркованную в одном из дворов в Старом районе. Во дворе дома 12 по улице Пионерской неустановленное лицо повредило лак красочное покрытие на его машине БМВ. Неустановленное лицо выцарапало на его автомашине нецензурное слово. Как рассказали в полиции, не каждое заявление влечет за собой расследование и возбуждение административного или уголовного дела. Иногда достаточно просто проявить немного терпения и сложный вопрос разрешится без помощи стражей порядка. В 18.50.13 зарегистрировано заявление гражданки ПМ о том, что она ошибочно перевела денежные средства в размере 12,5 тысяч рублей на номер телефона. Пользуясь мобильным банком, женщина просто спутала контакты в телефоне и вместо того, чтобы позвонить знакомому, отправилась в дежурную часть. Связавшись с человеком, который получил деньги, полицейские подтвердили пострадавшей, что средства вернутся к ней в полном объеме. Другой случай, зарегистрированный в полиции на прошедшей неделе, еще раз подтверждает тезис о том, что не стоит пускать в свою квартиру подозрительных людей. Мужчина пришел в гости к своей знакомой для решения бытового вопроса. И когда хозяйка квартиры отлучилась на кухню за водой, присвоил себе ее деньги и драгоценности. Он похитил денежные средства и золотое кольцо, которое находилось в свободном доступе, лежало на столе в комнате. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции напоминают, чтобы избежать, квартирный краш не стоит, приглашать к себе в дом посторонних, оставлять открытой входной дверь и хранить без присмотра ценные вещи и деньги. Кирилл Осинин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.